Партнер проекта сайт manutd.one Провод того, как, черт побери, раскрылись наши игроки, уехавшие в Италию, обязательно посмотрите, там довольно-таки ржачно. Ну и, ребята, сейчас мы поговорим о том, почему так нам важен сейчас вот этот матч, и почему он будет такой тотальной экстренной перезагрузкой, как в компе. Знаете, когда так долго держите кнопку power, чтобы прям вот мощно его перезагрузить. Вот примерно такого я жду от предстоящего поединка, ребята. Сейчас мы о нем поговорим подробненько. Прежде чем мы начнем, ребят, пару слов о генеральном спонсоре выпуска букмекерской компании Parimatch, которая теперь заработала на новой высокотехнологичной платформе. Тут, помимо футбола, куча других крутых спортивных событий, от хоккея до UFC, огромное число всевозможных турниров и, конечно, все совершенно легально. Переходите по ссылке в описании, проходите регистрацию и получайте бонус до 5000 рублей за первый депозит на игровой счет. Главное, не забывайте пройти верификацию до конца, чтобы получить максимальный бонус. Процесс регистрации несложный, но он важен еще и для того, чтобы вы подходили к игре ответственно, а компания работала легально. Ну а я, соответственно, получал столь необходимую поддержку. Так что жмите по ссылке и получайте удовольствие от игры. Итак, ребята, давайте приступаем к угадыванию состава. Вы знаете, чем это чревато, вы знаете, что я его никогда не угадываю, но мне просто тупо нравится этот процесс. Начинаем, естественно, с вратарской позиции. Очень удачно в данном случае все сложилось для Хендерсона. То есть я думаю, что его и так, и так бы выпустил Сульшер в кубковом матче, но, учитывая неубедительную игру Дехея в матче против Эвертона, это напрашивается вдвойне. То есть совершенно уверен в том, что Дехея, наоборот, бы хотел не столько отдохнуть, помедитировать, поиграть в приставочку, я не знаю, там, поехать в Тибет и вообще как-то расслабиться. Ему, конечно же, нужно играть только игрой и только своей хорошей игрой. Футболист может вернуть себе уверенность. Ну, наверное, кто как, но мне кажется, что в случае с Давидом это именно так работает. Но я вот практически точно уверен, что будет Хендерсон, а вот Дехеюшка. Если вы, ребята, считаете, что Дехея вообще-то тема для отдельного выпуска, и нужно конкретно проанализировать его игру и на полном серьезе задуматься о том, чтобы, ну, например, со следующего сезона его усадить на лавку, вы мне, конечно, об этом напишите, но я очень далек, ребята, от такой позиции, максимально далек. Так что вот здесь будет Хендерсон просто в качестве обычной кубковой ротации. Туан Зебе. Человек, которого стало модно ненавидеть всем британским, не только британским расистам, потому что человек, ну, один раз он срезал мяч в свои ворота от большого усердия, пытаясь встать на пути мяча, а в матче с Эвертоном он совершил фол. Да, конечно же, в этой ситуации фолить было не нужно, но он, черт побери, ни пенальти заработал, ни в собственной штрафной он там фолил, ни руками играл. Он сфолил там, далеко около, ну, у центра поля. Просто в итоге это обернулось, вы знаете, чем. Эвертон сравнил счет, но вот прямо, знаете, вот говорить, что Туан Зебе, да вообще-то конченый защитник, и много чего другого обидного, что, естественно, я не буду говорить в его адресе, это просто, ребята, это просто ниже Плинтуса, так что пацану нужен шанс, и я здесь его вижу именно справа, потому что в центре, то есть, давайте так, отталкиваться от того, что Бисаки нужно отдохнуть. Может вместо Бисаки играть Брэндон Уильямс, он играл у нас в кубке, да, против Уотфорда. Ну, вот Магуайр играет всегда, Линда Лёв, нету Эрика Баи, да, то есть, он вечно сломанный, и сейчас он тоже сломанный, Минги мы отдали в аренду в дерби, ну, и как-то, по сути-то дело, выбор-то небольшой получается. Так что, ну, вот, среди вот этих комбинаций, условно, Туан Зебе может быть вместо Линда Лёв, а справа может быть Брэндон Уильямс, я просто останусь на таком варианте, ну, почему нет? Вот, ну, а слева, ребят, если в этой игре не выйдет Телес, снова выйдет Люк Шоу, я уж тогда просто не знаю, ну, то есть, конечно, Люк Шоу, это, это просто, открытием его нельзя назвать этого сезона, потому что, вообще-то, на секундочку, он был признан лучшим игроком прошлого сезона, ну, нет, прошлого сезона, конечно же, был Бруно, позапрошлого сезона, но, такая, то есть, после довольно сложного периода, который был Люк Шоу, в общем, я имею даже не ту давнишнюю травму, перелом его, а потом, в целом, здесь с весом у него были проблемы, в общем, Люк Шоу сейчас, он вышел на очень крутые рельсы, и очень круто он научился подключаться в атаку, представить сейчас себе Манчестер Юнайтед без Люка Шоу, это все равно, что представить себе Манчестер Юнайтед без Бруно Фернандеша, практически, вот я бы так сказал, так что, но ему нужно отдыхать, как бы, ну, вообще-то, по-хорошему, ну, и Телесу все-таки тоже за пацанась, честно, обидно. В полузащите, друзья, ну, я записываю выпуск до пресс-конференции Сульшера, я, конечно, параллельно мониторю на Твиттера всякие разные, и пока не знаю, что сказал по поводу Поля Пагба Сульшер, но что-то мне подсказывает, ребятки, что его мышечное повреждение, оно требует определенного времени, даже если у него там все в порядке, конечно, его рисковать никто не будет, так что никакого Поля Пагба, вот, ну, а так как играл Скотти, играет больше Фреда, и тем более больше Матича, и против Эвертона играл Скотти, здесь, ну, в общем, мне кажется, довольно очевидно, что Скотти тоже нужно поберечь, ну, и Матич давно не играл, то есть наличие Матича и Маты, просто пацаны реально давно не играли, по-моему, очень подходящий матч, потому что им тоже нужен тонус, потому что мы, впереди у нас концовка сезона, никогда не знаешь, черт побери, кого из основных игроков настигнет травма, вот, собственно, Пагба сейчас сломался, и ребята вроде Матича должны быть в игровом, в игровом тонусе, в игровой кондиции. Ван Дебек, ребята, ну, я вам про Ван Дебека много чего плохого сказал, в общем, высказался по полной программе, так что здесь наличие Ван Дебека, конечно, скорее просто потому, чтобы Бруно отдохнул, но, ну, и если, если Ван Дебек в таком матче вдруг раскроется, как-то внезапно и покажет то, чего не показывал до этого, я буду, конечно же, очень рад. Просто пока он мне не показал, ну, ничего, за что можно было зацепиться. Он играет очень пассивно и, ну, просто убегает постоянно от мяча, отдаляется где-то там, что-то открывается. Ребят, я вам говорил на примере игры с Саутгемптоном, где он отыграл целый тайм, и он просто от мяча уворачивался. Единственный раз, когда он захотел зацепиться за мяч, ребят, это была ситуация, когда бил поворотом Скотти, да, из-за предела штрафной, когда забил Скотти, а Ван Дебек в это время был штрафной, и он пытался этот мяч прервать, этот удар. Я не знаю, нахрена он это делал, но хорошо, что его нога не достала до мяча. Ну, в общем, меня Ван Дебек совершенно пока не убедил. Если он проявит в себе какие-то сверхспособности в этом матче, буду я бесконечно счастлив. Вот. Ну, Мата, ребят, ну, давно не играл Мата. Опять же, не с точки зрения, что там... Хотя, почему нет, ребята, в случае, как и с Мати, почему бы и Мати тоже не поддержать игровой тонус, тоже никогда не знаешь, когда пригодится что-то. Никогда, ребята, не знаешь. You never know, так сказать. Так что я ставлю на Мату, ну, и пусть отдохнет немножко Гринвуд, да. Пусть пацан, конечно, молодой, ему отдыхать-то сильно, может, и не надо, но тем не менее. Ну, и Решфорд-то точно пусть отдыхает, и наш дедушка Кавани тоже. Так что вот Джеймс пусть поработает, попашет, побегает. В целом, ребята, ну, согласитесь, хотя Сульшер мои выпуски, я так понимаю, не смотрит, очень зря. Хотя бы пусть смотрит Маккена, например, ему докладывает. Вот по-моему, вообще оптимальненький, ребята, вариант, да. Ну, Марсель в нападении, потому что, ну, Кавани Марсика сдвинул, ему очень обидно. Вот, а сейчас в таком матче пусть он там впереди в нападении попылит. И пусть он испытает на себе креативные способности Ван Дебека, посмотрим, к чему это приведет. Ну, просто потому что, чтобы не был Марсель на голодном пайке, учитывая то, что у него там рядом с ним будут Ван Дебек и Джеймс, поэтому я, ребята, на поле выпускаю Мату, и из глубины длинной пасулькой будет его снабжать, будет, естественно, дедушка, наш сербский барон Матич. Так что состав сбалансированный, но я, естественно, минимум четверых в нем не угадаю, так что в комментарии, ребята, пишите скорее не то, какой вы вангуете состав, что хотя тоже не возбраняется. Скольких на этот раз, а шоколадка-то осталась, а кофеечки-то тоже остались. О, гуд. Вот, скольких Михаил на этот раз не угадает в численном выражении. Очень интересно, собирается ли включать в состав Сульши Амадо Диало, которому я посвящал также вчера выпуск. Пардоните. Если кто не видел, обязательно посмотрите. Я говорил о том, что Диало перерос, естественно, сыграв хотя бы всего два матча. Но, в общем, Диало слишком хорош для резервного состава. Нужно его уже натачивать в больших матчах. Пусть проверяет себя, свои физические кондиции и игровые тоже. Но информации пока нет. Я шарюсь по твиттеру, по сайту АМЮ. Никакой инфы о том, собирается ли Сульшир включать в Диало. Если вы, ребята, люди из будущего, имеющие возможность написать в комментариях, если уже будут такие новости, то пишите, радуйтесь, если Сульшир вдруг скажет, что Диало будет в составочке. Но для этого, ребята, существуют наши социальные сети, о которых я скажу вам в конце выпуска, естественно. Но как только появятся какие-то новости по пресс-конференции Сульшира по Амаду Диало, если кто-то догадается ему такой задать вопрос, естественно, в нашем ВКонтакте все будет отображено. В общем, по составу, ребята, в принципе, все. И могу и хочу вам напомнить, что это 1-8 финала. То есть вот 9 февраля вместе с нами будет играть Бернли и Борнмут. Они будут играть перед нами. Потом, собственно, наш матч. И далее 10 февраля будет 4 матча еще Кубка Англии. Свонси-Сити, Шеффилд, Бристоль, Лестер, Брайтон, Эвертон, Тоттенхэм. Заслуживающие внимания встречи. Ну а 11 числа Вулвархэмптон будет играть против Саутгемптона, ребята. А Барнсли против Челси. Вот. Так сказать, на пассажок, ребят, обновлю я. Твиттер и прочие полезные сайты. Ничего нового пока все еще нет. Игра у нас будет по московскому времени в 22.30. Вот. Прямо перед нами, как я уже сказал, будет играть Бернли и Борнмут. Ну а постолька мы разнесем. А мы разнесем Вестхэмптон, что вы знаете, что Джесси Лингард, если не знаете, то вот я вам говорю, не имеет права выступать в матчах против нас же. А было бы очень интересно на него посмотреть. А без Джесси Лингарда Вестхэмптон это... К хорошему, ребята, быстро привыкаешь. Согласитесь. Но у них зато гениальный тренер. Может быть, он что-нибудь и придумает. Так что, друзья, максимально настраиваемся на Вестхэм. Малой кровью. С Хуанчиком, с Матой, да? С Ван Дебекчиком, с Мазичем, с Телисом. Красиво, красиво проходим в четвертьфинал. Без травм, без напрягу. Идем к трофейчику. Обязательно нужен трофей. И второй в этом сезоне, потому что премьер-лига у нас уже... Кто не понял сарказм, я вам сочувствую. Премьер-лига у нас уже в кармане. И нам нужен второй трофей. Иногда страшно, знаете, вообще... Страшно вот так вот иронизировать серьезным лицом, потому что многие не понимают. До сих пор, зная меня годами. Поэтому пришлось, знаете, как в чатике скобочки ставить. В общем, ребята, давайте всем, значит, позитива, всем хорошего настроения. Ребята, я как могу вам в этом способствую. И не забывайте о наших друзьях, которым тоже я желаю. Всем желаю добра, черт побери. Это Man Utd1, наши социальные сети, наш ВКонтактик. Наши два телеграм-канала, ребята. Оба абсолютно уникальны. Много в российском сегменте есть телеграм-каналов, посвященных Манчестер Юнайтед. Очень крутые. У тех, что Man Utd1, потрясающий телеграм-канал. Тоже обязательно подписывайтесь на него. Но наши телеграм-каналы, они уникальны. В первом, ребята, все записи матчей сразу же выкладываются полностью. Где вы такое еще видели? А во втором, крутейшая, четкая, абсолютно пополочная аналитика. Не без примеси, конечно, юморка. Зачем нам нужна такая серьезка, да? От Темыча Бекса. Прямо по ходу матча во втором нашем телеграм-канале. Так что все ссылки в описании, ребята. И подписывайтесь, ставьте лайки. И никогда не отчаясь, потому что мы, сука Юнайтед. С вами был Миша. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok